Хозяйство существует уже на протяжении 30 лет. Занимается растеневодством и животноводством, у нас есть мясное направление. Культуры, которые мы выращиваем, озимая пшеница, ячмень, овес, кориандр выращиваем, проса, подсолнечник и кукуруза. В прошлом году вставал вопрос очистки, подработки и подготовки семенного материала, потому что оборудование, которое стояло до этого, оно уже морально устарело. И на нашу площадь 4,5 тысячи гектар зерноочистительный завод, который стоял, он уже просто не справлялся. Длительное время мониторили рынок, смотрели различные очистку, но в итоге мы пришли к вибромаксу. Чем она хороша для нас? В первую очередь это простота конструкции, соответственно надежность. Очень качественно очищает и плюс хорошая аспирация позволяет готовить семенной материал. По прошлым годам у нас происходило как? То есть часть зерна уходила на очистку, часть не успевала, мы с поля отгружали в склад и поэтому получалось, что собственно не хватало складских помещений, потому что двойное получалось перевалка. На сегодняшний момент, то есть даже с прошлого года, как машину запустили, абсолютно все полностью справляется, то есть мы работаем в один поток. На ней можно проводить как первичную подработку, как товарную и семенную. Мы приспособились, то есть мы за один проход делаем две операции, то есть мы готовим сразу на выходе товарную, хотя для подготовки, допустим, озимой пшеницы, у нас в складе сейчас уже отсыпан семена под сев озимой. Мы делали за один проход, то есть падает немножечко производительность, но мы за один проход, за один проход с поля подрабатываем, готовим семенной материал. То есть машина справляется и выдает ровно те параметры, которые нас устраивают. Как машина работает из-под комбайнов, исходный материал заходит, то что с поля приходит, присутствует колос, присутствует солома, поступает на верхнее сито. С верхнего сито уходит крупная фракция, это колос, это солома, уходит подсевные решеты, так называемые нижние сито. С них уходит уже, здесь мы уже регулируем, то есть здесь кол, уходит мелкая фракция, уходит семена сорняков и дополнительно, что еще, то есть после нижних сит уходит на аспирацию, на осадочную камеру. Это, наверное, такая изюминка, когда мы остатки подрабатываем и это и по лову уходит, это то, что не успело, допустим, где-то ушло с верхнего решета, то есть все погрешности. И по итогу, то есть, можно обратить внимание, насколько чистый получается готовый продукт на выходе. За один проход, если обратить внимание, исходный материал и уже на выходе, то есть мы видим разницу и те фракции, которые она отделяет, то есть машина, в принципе, полностью соответствует своим требованиям и выполняет все свои заявленные, скажем так, параметры. Нас она полностью устраивает. Мы за один проход готовим товарный, то есть мы не делаем первичную подработку, то есть на сегодняшний момент, вот сейчас машина работает, она сразу готовит товарные. Она выдает где-то сейчас, ну, от 40 до 50 тонн, скажем так. То есть все зависит от того, какой продукт. Каждое поле отличается, то есть и сам год в этом году сложился так, что много пятен, много у нас выпадения, зелени и даже в этом случае, то есть оператор контролирует, что на входе и что на выходе. Как только параметр меняется, он тут же корректирует, ну и, соответственно, вот сама производительность от этого может меняться. Даже убирая там 3% при существующем цене пшеницы, то есть это все оправдано. И к тому же подготовка семенного материала, да, что немаловажно. Мы где-то убираем, ну, будем говорить от 2 до 5%. Все зависит от того, какой исходный продукт поступает. И по разным культурам тоже, то есть на семечке там максимально вообще мы можем убирать там опять может процентов 6-7-8%. Все зависит от того, какой будет год. Вот. Сухой продукт, вот семечка, она вообще очень специфичная. Может и высокая ссорность идти, очень высокая. По зернаму вообще нет вопрос никаких. Вот. А семечка, ну, мы вот один год отработали, полностью устраивать. То есть мы раз прогоняли и мы за один проход, то есть готовили тоже товарную, то есть у нас ссорность там она полностью устраивала. Мы сдавали на МЭС и полностью проходили по всем параметрам. По крайней мере по ссору, по частоте мы все проходим. По конструкции, по особенностям, почему именно на эту машину, еще пал выбор. Простота конструкции, то есть нету движущихся, трущихся элементов. Машина работает от двух вибромоторов, вот. И поэтому выход из строя здесь, то есть поломки каких-то, ни подшипников, ничего нет. То есть она, ну, максимально надежна. Это раз. Во-вторых, сама конструкция сит. До этого у нас стояли машины с решетами, а здесь сито. Это плетеная сетка. Это сетка, у нее больше площадь эффективной работы за счет того, что ячейки сделаны. Ячейки не прорубленный металл, а ячейки. То есть, и поэтому именно сама площадь, полезная площадь рабочая у сит выше. Соответственно, эффективность на той же площади, допустим, если прорубленная, вот как у наших старых машин, то она хуже очищает. То есть, если брать полезную площадь работы, то есть эти сито намного удобнее и лучше. Они не деформируются сеткой, форму сохраняет. Соответственно, она при любых нагрузках, при любых потоках она работает и всегда остается эффективна в любых условиях. Не теряет, соответственно, своих параметров. При уборке даже одной культуры очень часто сталкиваемся с тем, что меняются параметры входные. Допустим, замена решет на обычной машине, да, то есть это происходит остановка зала где-то, ну там час, может полтора-два на них тогда, вот. Здесь перестановка сет занимает у нас остановка не более 10, максимум 15 минут. То есть у нас даже не останавливается уборка, то есть мы в процессе работы оперативно, быстро решаем, то есть не останавливая основной наш производственный процесс. Мы считали окупаемость в районе 3-4 лет. Это весь зав. Вот то, что мы построили, оборудование, соответственно, окупается еще раньше. Полностью, в принципе, закрыли свои потребности. На сегодняшний момент 100% машина нас удовлетворяет.